Пусть у нас есть какой-то вертикальный отрезок. Нижний его конец координат АС, верхний АС плюс один, мы должны записать, что прямая проходит между. Смотрите, вот этот отрезок, это в точности надо подставить букву А в формулу. Это будет КА плюс Б. Значит, мы должны написать, что КА плюс Б должно быть больше, если мы хотим, чтобы пересекало внутренние точки. Ну, или больше или равно, если разрешаем, проходите через конец. Ну, значит, пока будет больше. КА плюс Б должно быть больше, чем С, ну и меньше, чем С плюс один. Потому что С плюс один, это вот координата верхняя точка, а С координата нижняя. Замечательно. Я напомню, что мы сейчас смотрим, как все это выглядит в координатах КБ. Замечательно. Понятно, как это выглядит. У нас и по одной оси откладываем К, по другой оси откладываем Б, и смотрим КА плюс Б больше С. Что это вообще такое? Это значит, Б больше, чем С минус КА. Так, что это такое? Значит, у нас, если К равно нулю, то здесь будет где-то точка С. После этого минус КА, ну, у меня А был положительным числом, поэтому какой-то такой вот с угловым коэффициентом минус А. Вот, замечательно. А здесь Б меньше, чем С плюс один минус КА. Ну, это понятно, это параллельная прямая. Вот здесь вот число С плюс один. Ребята, условие прямая у равно КА плюс Б пересекает вот этот вот вертикальный отрезок, означает в точности, что точка с координатами КБ лежит вот в такой вот полосе. Такой вот бесконечной полосе. Хорошо. А теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы возьмем какой-нибудь другой вертикальный отрезок. Тогда у нас величина А изменится. А я напоминаю, что угловой коэффициент это был минус А. Значит, у нас получится какая-то другая полоса. Ну, вообще, я не знаю уж какая, но какая-то другая полоса с каким-то другим угловым коэффициентом. Ну, что-нибудь такое. Понимаете? А пересечение двух непараллельных полос это что? Праллелограмма. Праллелограмма. То есть, у нас два отрезка уже дают параллелограмму. Помните, я говорил, что у теоремы Хельга есть проблема с уходом в бесконечность? Да. Можно параллелограммить у бесконечности? Да нет, не пускаю, нет никакой бесконечности. На самом деле, те из вас, кто вот в старших классах будут ходить, но заниматься математикой, будут знать, что это называется компактность. То есть, есть такое стандартное рассуждение в анализе, которое объясняет, что вот если у вас были множество, и все это происходило внутри ограниченного замка до множества, то и они любой конечной пересекались, то и все будут пересекаться. Вот поэтому переход на бесконечности, он делается вот за счет того, что мы фактически получили ограниченное множество. Пока давайте не будем особенно про это думать, а поймем, а почему же для трех-то все будет хорошо. Повторяю. Почему будет все хорошо для трех? Это очень важная вещь. На самом деле, все страшные черты теоремы уже украли. Мы свели все дело всего лишь к трех вертикальных, нададим, штучек. Пусть у нас есть какой-то вертикальный отрезок, прямая его должна пересекать. Замечательно. Да, кстати, все помнят, что эти отрезки у нас шли при убывающем, да? То есть конец всегда был точкой с целыми координатами, длина всегда была единицей, отрезок был вертикальный. И следующий отрезок был на таком же уровне или выше. Ну вот давайте, конечно, например, следующий отрезок, который надо пересекать, будет на таком же уровне. Вот его надо пересечь. И следующий, третий отрезок, я не знаю, где он лежит, где-то там. Вот представьте себе. И вот его тоже надо пересечать. Вот надо сейчас объяснить, почему, если слово равномерное, если вот эти вот пересечения возникли из равномерного слова, почему в таком случае найдется прямая, проходящая здесь, доказательство потрясающего места. Ребята, а вы посмотрите, пожалуйста, на этот профилограмм. Каким образом выглядят все прямые, которые пересекают хотя бы в одном месте так же и хотя бы в одном месте вот это? Это очень аконный срок. Если вы вот так вот нарисуете второй профилограмм, то вы поймете, что когда он проводишь вот так, то здесь будет такой же отрезок. И когда проводишь вот так, то здесь идет такой же отрезок. Понятно? Понятно, я тебе говорю? Вот. А теперь заявление. Если слово является равномерным, и мы по горизонтали сместились на такое же расстояние, то вот этот вертикальный отрезочек не мог оказаться выше вот этого, и не мог оказаться ниже вот этого. То есть вот на этом расстоянии вертикальный отрезок – это один из вот этих трех. Если мы с вами эту левую докажем, то... Да, и еще. И когда что-то ближе, то то же самое. Выбор, что называется, невелик, это попадает до сюда. И вот. А дальше смотрите, как будет забавно. Я скажу, что дальше мы смотрим на вот такой профилограмм, да? Вот на такой, на следующем этапе. И то же самое получается. Вот так вот продолжаем. И получается, когда вот здесь вот проведем максимум такой отрезок, и замечательным образом видно, что вот эти вот точки лежат на одной прямой. А дальше еще. То есть у нас будет просто-напросто так вот расти все время по одному отрезочку, и это в точности будет происходить на вот такой прямой и на такой. То есть надо просто разобраться с тем, что такое В, что такое Г и, собственно говоря, почему мы не можем выйти, выйти за две дела. Вот, по-моему, я, по-моему, понятный визит, да? Надо просто вспомнить, по какому принципу мы писали буквы В и Г. Давайте подумаем. Вот когда мы проводим прямую, которая пересекает у левого профилограмма в его вертикальные стороны, сколько она должна при этом пересечь, ну, например, там начинается с вертикали, заканчивается вертикалью, сколько между этими буквами В она пересечет вертикалью? Это вообще-то очень несложный вопрос. И сколько она пересечет горизонталью? Вертикалий, ну, не совсем А, между этими двумя отрезками вертикалью будет А-1, конечно. Давайте это запишем. Посмотрите, у нас есть такое слово, здесь буква В, здесь буква В, а вот здесь вот А-1, буква В. Согласны? Потому что вот эти вертикалии ровно А-1, и каждую из них надо пересечь. Замечательно. А сколько она горизонталью пересечет? Что такое пересечение горизонталью? Это подъем на один уровень. Вот представьте себе, что В равно нулю. Тогда она сколько пересечет горизонталью? Ноль, конечно. Ну, а если В равно единице? Одну. А в общем случае? В. Отлично пишем. В. Букв А. Слушайте, ребята, а правда, что это не очень сложно? Да? Замечательно. Мы точно знаем, сколько здесь букв В, мы точно знаем, сколько здесь букв А. Отлично. А вот теперь, смотрите, я должен объясниться, почему не может пересечь выше здесь или ниже здесь. Можно я возьму и предположу, что мы пересекли здесь или выше? Да. Ну, для определенности просто. В таком случае, что вот это будет за слово? Начинается на В, заканчивается на что? На В. И сколько там пересечений с вертикалами? Ну, вообще-то столько же, сколько вертикали здесь, столько же, сколько вертикали здесь. Значит, А минус одна, правильно? А минус одна, буква В. Отлично. А горизонтали сколько? Надо с уровня В подняться на уровень какой? 2В плюс 2, да? То есть, вот от В до 2В плюс 2. Это сколько? Это В плюс 2. То есть, пишем В плюс 2 буквы А. А вот, ребята, поймите, почему эта штука очевидно противоречит в равномерности слова? Разница на между буквами А. А мне длина, а? Поймите, пожалуйста, вот это слово длиннее. Нельзя просто так. Посмотрите, у нас есть, вот я первый вот это напишу. Б. Дальше идут, идут, идут. И дальше заканчивается на Б. Так? Вот это. Б. Дальше дольше идут. Вот это дольше, я не знаю, там то ли В плюс 2, то ли В плюс 3, да? Слушайте, можно, мы разберем точечки, когда В плюс 2? Трогу В плюс 2. Если В плюс 2, история такая. Вот это слово, оно на 2 буквы дальше, а здесь буквы В. Понятно? Замечательно. И как получить неравномерность? На какие два слова одинаковые длины надо посмотреть. Это вот же. вот это слово. Е. Вот это. Здесь добавили две буквы. Ну хорошо, а я вот эти буквы выкинул. Количество букв А не зависит от того, выкинул я эти буквы или нет. И количество букв А отличается на две штуки. А что было бы, если букв А было еще больше? Какая тогда была картина? Опять, есть Б, есть какое-то слово, есть Б, и вдруг добавилось уже не две, а, например, три буквы. при этом буква А здесь была Б штук, а здесь их Б плюс три штуки. Вот здесь вот буква А. Как тогда найти противоречие с равномерностью? Ну, смотрите, берем вот это слово, в нем Б штук, буква А, так? и берем только вот не это, а это без последней буквы. Я не знаю, какая последняя буква, но она одна, и поэтому минимум Б плюс две А, что здесь есть. Это могла бы буква А, но и что? Ну, потеряли эту букву А. У нас много у нас Б-бестей. И в общем случае тоже, если тебе будет Б плюс там, сколько хочешь, то мы просто вот эти последние лишние вытянем, даже если А абсолютно на что-то не повлияет. Так, господа, ну и давайте для честности, что было бы если бы не вверх, а почему бы не стереть? Да тогда будет то же самое, если бы не вверх. И будет наоборот перепос, но в то, что их не хватает. Мы с вами сейчас доказали, ну, по-моему, буду ли вы вознислить ситуации, когда пройдет через узел, да? Вот, мы с вами доказали, что геометрические слова это то же самое, что равномерные слова. Равномерные слова это то же самое, что геометрические слова. Итак, для любого конечного набора при этом вы спокойно могли говорить об интервалах здесь. В какой момент возникнет проблема? если вы берете бесконечное количество, да, прямая найдется, она будет, для любого конечного она будет проходить не через узлы, а в пределе она пройдет через узлы. Бывает такое, да? Представьте, на вторая, на третья, на четвертый и так далее, это все положительные числа, а в пределе нужны. И вот, и поэтому еще, для того, чтобы до конца решить эту задачу, надо разобраться с тем, что происходит, когда прямая пройдет через узел.